Электроэнергию и мощность тем, кто к ним пришел. А пришли хорошо, не пришли, ну так и бог с ним. То есть мы здесь немножко впереди. В общем, имеем право на какое-то уважение, как мне кажется, в этой части. Собственно, все. Спасибо за внимание. Спасибо, Сергей. Если ты прокомментируешь... Да, можно сейчас... Ну, на самом деле, не сложно комментировать, что у нас еще не представители Минэнерго России есть. А вот, вы знаете, вот вам не там как раз, а вот здесь можно находиться. Потому что этот вопрос, так скажем, не наш умень. Спасибо, Сергей, что пришли. Мы здесь вам читаем, да, про то, что это на работе, там пришли. Спасибо, что пришли. Действительно, вопрос для отрасли очень важный. Мы это обсуждаем еще в Новосибирске, обсуждали в универе прошлого года. Выходили на нас, коллеги. Честно говоря, реакцию дать, это больше, наверное, ваша, так скажем, полномочия. И мы готовы, конечно, в едином парне помочь индустриальным паркам. Но очень важно, конечно, как вы полагаете об этом вопросе. Добрый день, уважаемые коллеги. Илькаратенко Александр Васильевич, Минэнерго России. Да, в части этой проблематики, которую коллеги озвучили, мы о ней в курсе. К нам поступил следующий запрос с предложениями коллег. Значит, начну с тематики по корректировке критериев отнесения владельцев обед всего хозяйства к территориальной силам организации. Действительно, такая работа у нас сейчас ведется. Критерии, утвержденные в 184-м постановлении, в течение этого года у нас есть соответствующие поручения правительства, скорректировать. Значит, в настоящее время все предложения и коллег мы рассматриваем. Вы также можете в рамках этой работы, и пусть только до проекта выдавления разработки, проект появится на площадке регулирования.ру, мы можем сейчас свои предложения направить, в том числе, по защите тех интересов, который вы сказали. Мы это сделаем. Конечно, мы должны будем сделать. А может, нам от заместительного министра еще о письме? Все, ребята, на ваше решение вы можете направить какое письмо. Значит, что касается конкретных предложений и критериев, мы участвуем на разработке, я озвучивать их не буду, но могу сказать, что применение критерии провело вовремя применения с 15-го года, с 3146 компаний было до на текущий год 1650, сейчас на 20-й год данные футболизируют регуляторы, нам скажут сейчас компании. Практически два раза количество компаний упало от применения критериев. Действительно, в стратегии развития комплекса в текущей редакции предусмотрено сокращение количества территориальности их организации, сокращение доступности сети, в 30-м году до 800 компаний по стране. Конечно, это все условные цифры, здравый смысл должен присутствовать, и в первую очередь надо отметить, что в стратегии предусмотрено сокращение количества территориальности их организации не только в введении жестких критерий, ограничивающих выход на рынок владельцев объективов хозяйства, но и применение метод сравнения аналогов и конкуренции с точки зрения операционной затраты деятельности, методик тарифного регулирования, и это тоже в стратегии прописано. Поэтому здесь в этом смысле консолидация должна строиться с нашей точки зрения не только за счет внедрения жестких критериев по количеству, но в первую очередь качественных критерий. И, соответственно, термин конкуренции нельзя применить с точки зрения, естественно, на поле виду деятельности, но с точки зрения удельных затрат на условную единицу, чтобы потребитель не переплачивал за эксплуатацию одного и того же оборудования, когда, например, у крупной компании эффект масштаба, мы все эти данные, собственно говоря, когда выбирали протяженность сети, когда выбирали критерий по мощности силовых трансформаторов, мы, конечно, учитывая, когда у небольших компаний протяженность кратской до 15 километров сети, у них в 7 раз операционная затрата выше, чем у крупных компаний. Есть, конечно, выкрытые точки, но в среднем завес получается, что достаточно серьезная нагрузка идет не в количественном выражении, а в отдельном. Когда приходит крупная компания, работает эффект масштаба, и мы это видим. Плюс ко всему мы не можем не учитывать то, что когда крупная компания функционирует, у нее есть определенные соглашения и с соседним регионами заключены в случае какой-то космажорной ситуации, они привлекают и очень оперативно устраняют все нарушения технологических, которые произошли по разному году причин. Поэтому если мы говорим, что убираем количественные критерии, на текущий момент, например, у нас количественные критерии не работает, действительно такая практика есть, в ТИС, в территориях изолированных электронических системах. Там, где, по сути, дизельная инфраструкция и за , потребитель, там количественные критерии не работают. При этом надо отметить, что, то есть, если, например, какой-то индустриальный парк находится на территории субъекта Российской Федерации, которая относится к ТИТЕСу, то там этот коричный критерий уже сейчас не работает. А если на каждого не смотрит плане, то это практически треть страны. Он говорит о том, что коричный критерий там уже не работал, не работает. Значит, что касается предложения по непременению именно количественного, здесь еще очень важный момент с точки зрения функций, которые будут исполнять данная территориальная организация. Действительно, мы считаем, что это правильно, когда эксплуатируют оборудование профессиональные участники рынка. То есть, не сам потребитель или резиденты каким-то образом на мере управляющей компании, компетенции управляющей этой компанией, ну, с точки зрения электроэнергетики, большие вопросы может вызывать. Мы поддерживаем то, что была именно эксплуатация такого оборудования осуществлялась именно территориальности в организации, которая соответствующая критериям. Другой вопрос, нужно ли для этого создавать отдельные территориальности в организации? То есть, вопрос возникает, нужно ли создавать на участке сети, будь это крупный завод на его территории, либо индустриальный парк, условно назовем его там территория, где совокупность заводов предприятий, нужно ли там создавать новую территориальную организацию? Это вопрос. С точки зрения того, что на момент присоединения, когда осуществляется присоединение, мое личное мнение, необходимо обеспечить присоединение территориальности в организации именно до конечного потребителя. И вся инфраструктура, которая будет внутри индустриального парка, она должна эксплуатироваться вот той территориальности в организации, к которому у нас было началось технологическое присоединение. А не так, что мы присоединили, потом внедрили туда, создали территориальности в организацию, и начинаем уже работать на дренеру. Хотя такое тоже возможно нет. Вот ровно здесь у нас с вами и конфликт. Мы конфликты у нас делаем? Нет, 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 я конфликте интересов. Я конфликте интересов. Вот ровно здесь. Наша задача – развить территорию. И мы продаем, вот у нас даже после записано, да, то есть у нас есть земля, у нас есть вода, у нас есть электричество, у нас есть дороги. И все это должно быть для того, чтобы инвестор пришел. Вы сейчас говорите о технологическом присоединении. А я говорю об инвесторе. То есть у нас немножко разный взгляд на вопрос. То есть я говорю о том, что для того, чтобы инвестор получил все из одних рук сразу, да, на этой территории. Правильно, если управляющая компания обладает этой компетенцией, мощностью, и является, ну, способ – это статус территориальности в организации. На самом деле, на самом деле ситуации разные могут быть. Я просто за то, чтобы управляющая компания имела выбор. Ведь сейчас, если критерии меняются, у нас выбора нет. Мы идем более крупные организации, ну, к той, которые присоединены, или другой какой-то сетевой, и просто отдаемся. Это не совсем рыночный механизм. И при этом теряем компонентные преимущества. Я повторюсь, вы все правильно говорите, о компетенции, обо всем. Нам понятно, что ассоциация должна быть. Но у нас немножко разные задачи. Вы говорите о технологическом присоединении, а мы говорим о привлечении инвестора и предоставлению ему всех гарантий, всех видов инфраструктуры, да, включая энергетическую. Если представить себе, что мы заселили весь парк, да, вот все, у нас нет больше, мы использовали мощность, мы полностью заселили парк, у нас нет больше территории. Ну, почему, на самом деле, нужно ли не отдать это в сетевую организацию? Крупную. Ради Бога, пожалуйста. Вот конкретно на нашей территории полезный отпуск за время регулирования вырос в пять раз. Вот, то есть, привлечение инвесторов, да. Соответственно, удельный тариф упал. То есть, динамика, ну, нормальная, хорошая. Но если сейчас у меня забрать регулирование, да, как отнять и деньги, и полномочия, ну, большой вопрос. Придет кто-нибудь ко мне. Я же не услышал. Смотрите, здесь правильный отметили то, что те объекты всего хозяйства, которые у вас имеются, вы их можете ставить так же в аренду, по любым другим договорным отношениям, можете учить договор с компанией, и все эти преимущества, которые вы говорите, они будут в этом смысле. Значит, что касается других аспектов, необходимо еще понимать, что все-таки особые экономические зоны, они существуют не просто в отрыве от всей другой инфраструктуры, которая находится вокруг них. Когда мы слышим тоже предложение следующего характера, что в случае необходимо быть в реализации внутри своей территории и при этом иметь возможность не присоединять иных заявителей, которые обратились в северализацию. Такие предложения поступали. То есть, если идет какая-то застройка рядом с территорией особые экономические зоны, то коллеги, ряд коллег, которые нам обращались по особые экономические зоны, выступали с инициативой, чтобы, по сути быть, территориальной северализации внутри особые экономические зоны, и все, кто приходит за периметром, они функцию территориальной северализации по технологическому произведению не осуществляют. Такой подход, он дискриминационный, мы его точно не можем поддержать. Он противозаконный будет? Да. То есть, с точки зрения возможностей различных схем больше стоит присоединять, уже существует в аренду либо текущей территориальной северализации, которая оказывает услуги передачи. Кстати, вы сказали, что отметили, что порядка 150 особых экономических зон, да? Это понимание. Да. То есть, на этой территории, конечно, нужна аналитика с точки зрения того, на каких территориях сейчас функционируют отдельные, самостоятельные территориальные северализации, на каких территориях, там, количество, соответственно, особо-экономические зоны, которых нет и территориальной северализации, которые в регионе присутствуют. То есть, самостоятельно осуществляется эксплуатация без статуса и северализации. Эту аналитику, конечно, нам была бы она тоже нужна при принятии решения о возможности или невозможности применения критерий количественных компаний. Но, повторюсь, что все качественные критерии, которые на текущий момент присутствуют, они распространяются на все территории Российской Федерации, и здесь никаких исключений быть не может. По качеству вопроса нет. Мы учимся, сдаем эти как займемся, сертифицируемся, проходим все виды проверок. Мы сетевая территориальная организация. Никто пока не усомнился. Но, есть еще один вопрос, простите, буквально. Как вернуть капитальные вложения? Вот мы построили подстанцию. Как? Если не через тариф на присоединение. Если у меня есть статус, я могу получить тариф и спокойно присоединять. Я не сталкивался с ситуацией, когда крупная сетевая организация, поверив в идею индустриального парка, сказала, хорошо, я вам верю, я построю здесь подстанцию, условно, 40 мегаватт или 140, и буду ждать, когда вы перейдете туда индустриальный парк. Я с этим не сталкивался, может быть, это есть, не знаю. Если же есть некая организация, корпорация развития, кто угодно, которая принимает решение строить индустриальный парк, она озабоченная энергетика, она все это строит. И если у нее нет статуса сетевой организации, управляющей компанией, то возникают довольно сложные схемы разного рода. Они, как правило, даже не очень законны. То есть как вернуть? Нет механизма. Как вернуть как вложение? Сетевая организация с удовольствием возьмет баланс, ради бога, и будет эксплуатировать. Возникают схемы, когда предлагается выкупить всю мощность, ее распределять потом, перераспределять через сетевую. А есть же простой механизм, то есть есть ТСО, и дальше все решено. То есть я могу только сказать спасибо регулированию. Это действительно очень хороший механизм. Мы выживаем благодаря ему. Соответственно, если у вас этот статус есть, все, вы возвращаете инвестиции через тариф, вы присоединяете, вы полноценный участник рынка. Если по каким-то причинам вам выгодно это отдать, ну пожалуйста, отдавайте. Но я просто за то, чтобы сейчас не ухудшать, скажем, ситуацию в индустриальных парках, как бы лишая нас этого статуса. Поскольку, как минимум, мы не сможем уже попасть в реестр. Вопрос. Я вас слышал. Ваши опасения. Да, вот просто хочу отметить то, что в любом случае развитие территории с точки зрения энергетики осуществляется посредством упреждения схемы программ развития энергетики. на уровне субъекта, утверждается, если на уровне 35-110 уровень. И, соответственно, вот это нужно учитывать. То есть это не само по себе, это в любом случае, если регион планирует, что на какой территории у него будет находиться инвестиционный парк, он уже примерно представляет, сколько это будет по мощности, и он эти схемы формирует, в том числе с учетом заявок на тех манических присоединений. Согласен. Вот мы частный парк, у нас Браунфилд, огромная территория, 200 гектаров, выкупленная в ходе банкротства советского предприятия. Мощность подстанции 143 мегаватт. Надо это заселять. Ну, очевидно же, правда. Мы ничего никого не просим, мы просим просто не решать того, что есть. Вот и все. И таких много. Кстати, вот Забот и Крам тоже не новое предприятие, это не инвестиционная программа. И каких много, десятки таких площадок. То, что называется Браунфилдом, со старыми советскими подстанциями, вполне рабочими. Вот. Которые не учтены в инвестпрограммах крупных сетевых компаний, ну, как минимум, сейчас. То есть я говорю о реконструкции. Реконструкция вообще? Да, понятно. Вопрос понятно ведь абсолютно. С точки зрения разночнения, скажем так, в предложении мы обсудим в рамках общественных площадок для проекта. Значит, смотрите, еще раз, разночнение с точки зрения того, что территориальная северализация должна находиться на территории, у нас с вами никакого нет. Потому что, действительно, там должна быть территориальная организация. С точки зрения там оплаты, по сути, все затраты, та мощность, которая будет, затраты на потребление у вас пока нет. Но оборудование... Вначале потребления нет, а оборудование у вас состоит. Соответственно, все потребители регион, можно просто это понимать, что все потребители региона за вот это… Скажем так, амортизация с новой Parents&Амортизацией, со всеми затратами, все это вяжет старин. То есть все потребители региона за вот эту… условно говоря не до загрузки, не эффективность с точки зрения вот закона галкотехники, то есть не эффективны загрузок оборудования за все это не эффективно заплатил весь регион. но даже не понимать ровно так же, как если бы вы построили подстанцию и она была бы у вас на балансе точно так же заплатят 3 среди совершенно верно, поэтому необходимо до тех пор, пока они начнут выбирать мощность, будут платить может быть вопрос на статус управляющей компании есть еще у нас вопросы из зала а, во-первых, работа коллеги из МНГ тоже просила до полной свой коллег в комментариях сейчас пожалуйста про конфликт интересов хотел немного сблизить позиции задач это государство, какая у вас в части электроэнергетики для инвестора, для любого гражданина обеспечить доступное надежное и качественное электроснабжение все очень просто, таким образом правила, которые у нас есть в рамках федеральных законов, в рамках подзаконки которые должны обеспечивать при условии добровольного добросовестного исполнения всеми субъектами доступность, надежность, качество Александр Васильевич совершенно правильно сказал, что она и работает по консолидации сетей и механизм моды сетей у нас есть тоже, вы знаете, она была почти начисная эта работа больше 3 тысячи сетей настолько разношерстна и все регулировать одними и теми же правилами невозможно касаемо опять-таки качества у нас одно из направлений деятельности контроль надзорный мы в год там порядка 10 компаний проверяем на соблюдение требований 861-го постановления один из стандартов обслуживания проблемы большие и необходимость консердации в дальнейшую она просматривается не все сети хорошие я здесь немного адвокатом дьявола как бы вы к ним не очень хорошо не относились в этой части все прекрасно знают, что у нас есть международный индикатор качества доступности энергетической инфраструктуры рейтинг-бизнес и у нас седьмое место формирования одна отрасль в России не достигло таких показателей понятно, что напрямую вам не применим, потому что там заявители мало и средний бизнес у вас, как правило, более крупные объемы, но все-таки позиции в международном рейтинге она тоже говорит, в принципе, о развитости всех клиентских сервисов законодательства доступности касаемо того, надо создавать отдельную сетевую организацию не надо абсолютно нерациональным кажется развивать территорию, на которой нет полезного отпуска вне зависимости от того, новая компания создается на территории индустриального парка УЭЗа, ну, без района какого-то образования не надо строить там, где нет полезного отпуска таким образом мы просто увеличиваем затраты, которые у нас являются базой для расчета единого коплового тарифа их оплачивают все потребители региона для того, чтобы было эффективно, соблюдался баланс интересов наверное, просто надо заявку подавать тогда, когда действительно инвестор появился когда есть договор есть сроки и сроки это все сделано с точки зрения с точки зрения позиции государства да, наверное, создавать отдельную сетевую компанию увеличивать количество дубировать затраты это не очень правильно но я не говорю, что все там компании, у которых 10 км ну, там, 15 км линии, они плохие а все большие и хорошие это совершенно не так поэтому и, ну, собственные критерии будут меняться другие институты развиваться у меня предложение наверное, к коллегам из Минэкономного развития Минпланторга может быть может быть к вам совершенно очевидно, что если вопрос возникает есть законодательная недорегулированность вопроса из того, что с чем мы сталкиваемся Александр Васильевич сказал что у нас в последнее время много обращений и от вашей ассоциации и по образам то на самом деле много очень пересекающих сетей и мы с ними касаемся этих тем вот в какой части у нас везде в подзаконке из того, что, по крайней мере я лично видел написано, что полномочивая управляющая компания относится и там дальше везде почти одинаковая фраза получение технических условий и передачи их заявителя вот честно не хочу догадываться и думать как эта фраза появилась дело в том, что эта фраза вообще никак не коррелирует с законодательством в электроэнергетике и вот эти как вы сказали это схема мне там страшно все время становится когда эти схемы появляются поэтому предложение какое может быть ко всем подумать чтобы поправить эту фразу может быть сделать либо отсылочную норму на законодательство от электроэнергетики либо придумать какой-то свой порядок мы в принципе на все-таки обращение подобного рода так и отвечаем что в принципе мы не против если в законодательстве отраслевом по иллюстриальным паркам будет четкая прописанная схема по технологическому присоединению которая не хуже той которая которая действует для всех потребителей региона либо давайте на нашу сделаем на нашу нормативку отсылочную норму мне кажется я единственное если позволите мы свято выполняем 861 постановление да мы сетевая организация соответственно мы передаем мощность бесплатно понимаете это наше большое большое конкретное преимущество мы берем только за бумагу вот нам установили 32 тысячи мы отдаем мы не отказываем никому кто к нам приходит то есть мы осуществляем недискриминационный доступ то есть мы все это делаем и вот где-то понимаете к нам идут в большей степени из-за этого чем из-за того что у нас там какая-то золотая земля повторюсь что земли очень много земли нет проблем земли потому что мы лояльны потому что мы компетентны мы стремимся мы идем за руку к бытовой компании мы стремимся не нарушить doing business ваше седьмое место то есть наш рейтинг ни разу не упал и это могла бы делать каждая управляющая компания потому что и переводить абонентов инвесторов они же потребители вот но полезный отпуск понимаете вот моя ситуация простая мы комиссанты мы купили территорию обанкроченного завода мы пытаемся развивать полезный отпуск вырос за время регулирования я сказал уже в пять раз но у нас еще 30 мегаватт свободной мощности и это дает нам сейчас возможность допустим пытаться разместить